Горячие бутерброды. Самые простые и вкусные. Целый плейлист. Сразу 15 рецептов в одном видео. Для первого рецепта нужен лишь хлеб, можно даже не свежий, лук и яйцо. Взбиваю яйцо с солью и смешиваю с нарезанным луком. Добавляю столовую ложку муки. Выкладываю начинку на ломтики хлеба, даю минут пять постоять и на сковороду с разогретым маслом начинкой вниз. Жарю до румяной корочки. Это примерно 2-3 минутки. И все. Это очень вкусно. И лука, кстати, совсем не чувствуется. Если не пробовали, рекомендую. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Подпишитесь, если еще не со мной, а я продолжаю. Второй рецепт. Он чем-то похож на первый, но бутерброды получаются еще вкуснее. Соединяю 100 граммов отварной или запеченной курицы, мелко нарезанную луковицу, здесь у меня одна большая, немного сыра, 15-20 грамм достаточно, одно яйцо, соль и черный перец. Перемешиваю. Добавляю еще немного муки, чуть меньше столовой ложки. Сыр, кстати, можно исключить при желании. Выкладываю начинку на ломтики хлеба. Получается обычно 8 бутербродов. Выкладываю начинкой вниз на сковороду с разогретым маслом и жарю на среднем огне до румяной корочки. Можно перевернуть и обжарить также с другой стороны, но я обычно этого не делаю. Кто пробует такие бутерброды впервые, не могут сразу понять, что в начинке. Но на одном еще никто не остановился. Не получается, потому что это очень вкусно. А как вам такая красота? Это один из моих любимых горячих бутербродов. Уверена, что и вам понравится, когда попробуете. Примерно 200 граммов адыгейского сыра разминаю вилкой. Сюда же обязательно добавляю еще какой-нибудь твердый сыр. Примерно граммов 70. Два яйца и черный перец. Можно досолить по вкусу, но мне соли достаточно от сыра. Выкладываю начинку на ломтики любого хлеба. Сверху помидоры кожицей наверх. Уже красиво. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку минут на 15. Тут по готовности нужно смотреть. Выглядит очень аппетитно. При подаче можно украсить свежей зеленью. Это что-то невероятное. Супер. А теперь самый быстрый бутерброд. С булочки срезаю верхушечку, вынимаю мякиш и укладываю на дно булочки ломтик ветчины. Теперь сырое яйцо, соль и немного черного перца. Сверху сыр. Накрываю верхушечкой и ставлю в микроволновку на 3 минуты. Мощность 800 ватт. Все, можно пробовать. Следующий рецепт. Бутерброды с копченой курицей, которые я даже на праздничный стол подаю частенько. Очень они нравятся мужчинам. Только за женщинами мы иногда не успеваем. Ну да, вкусно потому что. 150 граммов любого твердого сыра натираю на мелкой терке. Добавляю одну нарезанную луковицу, 150 граммов копченой курицы, специи, какие нравятся. У меня паприка, сушеная зелень и куркума. И 2 столовые ложки майонеза или сметаны. Перемешиваю. Хлеб подойдет совершенно любой. Накладываю на ломтики хлеба начинку, выкладываю на противень и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. При подаче можно посыпать зеленым луком. Красота! А следующий бутерброд с нежнейшим куриным филе. Обычно мой муж готовит такие бутерброды, когда к нам приходят гости. Может ты и покажешь свой рецепт? Не, делай ты. Пока у тебя хорошо получается. Ладно. Куриное филе нарезаю на тонкие ломтики. Отбиваю слегка. Выкладываю в миску. Добавляю соль, черный перец и заливаю кусочки курицы кефиром. И кухню тоже. Поднимай быстрей. Пока мясо будет мариноваться, я как раз кухню успею убрать. Да ладно. Отдохни, я сделаю. Ну прости. Давай я сниму, как ты это делаешь. И как раз пылесосом похвастаюсь. Это мой новый беспроводной пылесос Atwell F16 с функцией сухой и влажной уборки. Теперь тряпки для пола в прошлом. Пылесос отлично моет пол чистой водой. Причем подачу воды можно регулировать. А всю грязную воду собирает в отдельный контейнер. И валик мыть после уборки мне теперь также не нужно. Достаточно активировать функцию самоочистки, и пылесос сам очистит валик и промоет контейнер. Останется просто вылить грязную воду. В комплекте помимо валика для гладких полов, есть щетка для чистки ковров. Поэтому такой пылесос подходит для любых покрытий. Я оставлю под видео ссылку на пылесос, как у меня. И поделюсь промокодом на скидку 7%. Если затрудняетесь в выборе подарка на Новый год, присмотритесь. Уверена, что ни одна хозяйка не откажется от такого помощника. Ты кого имеешь в виду? Тебя я точно никому не отдам. Возвращаюсь к бутербродам. Кусочки курицы лучше мариновать хотя бы пару часов. Обжарить можно и на сковороде, но в электрогриле будет быстрее. Чтобы потом долго не отмывать панели гриля, я использую бумагу для выпечки. Выкладываю бумагу, на бумагу кусочки курицы, сверху второй лист бумаги, и прижимаю. Готовлю 2-3 минуты, достаточно. Собираю бутерброды. Хлеб смазываю горчицей чуть-чуть. Теперь соленый огурчик. Кусочки обжаренной курицы. Ломтики помидора. И сыр. Сверху снова хлеб. И в электрогриль. Еще пару минут и наслаждаемся. Нежнейшая курочка. Очень вкусно. Сразу еще один рецепт бутербродов с курицей. Здесь я взяла филе бедра. 200 граммов. Нарезаю мелко. Два яйца взбиваю венчиком. И добавляю сюда кусочки курицы. Мелко нарезанный лук. Примерно 100 граммов. Натертую на мелкой терке морковь. Грамм 50-60. 3 столовые ложки майонеза. И 3 столовые ложки муки. Теперь немного черного перца. И соль. Перемешиваю. И убираю эту смесь в холодильник минимум на 4 часа. У меня простояло сутки. Вообще очень удобно делать такую заготовку заранее. Она может храниться в холодильнике 3-4 дня. Накладываю начинку на ломтики хлеба. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 20 бутербродов. Выкладываю бутерброды начинкой вниз на сковороду с разогретым маслом. И жарю на медленном огне только с одной стороны. Можно накрыть крышкой. Но даже без крышки бутерброды отлично пропекаются. Масло практически не берут. Выкладываю на тарелку. Вот такие аппетитные получаются бутербродики. И пахнут как котлетки. Можно не обжаривать, а запечь бутерброды в духовке. Смазанную маслом в форму и в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Вкусно и так, и так. Причем даже когда бутерброды остынут, они не менее вкусные. А вот такие бутербродики моя мама когда-то давно даже на праздничный стол готовила. Примерно 70-80 граммов вареной колбасы натираю на крупной терке. Сюда же немного сурового картофеля и моркови. По 50-60 грамм примерно. Нарезанный лук, яйцо, соль по вкусу и столовая ложка муки. Перемешиваю и выкладываю на ломтики батона. Точно так же обжариваю и готово. Вместо колбасы, кстати, можно взять любые рыбные консервы. Получится не менее вкусно. Соединяю нарезанный лук, немного сырого картофеля, морковь, консервы, яйцо и муку. На хлеб и обжариваю. Консервы здесь любые подойдут, кроме разве что кильки в томате. Но и с килькой тоже можно приготовить очень вкусные бутерброды. Хлеб для таких бутербродов обычно беру ржаной. С ним нам нравится больше всего. Консервы разминаю вилкой. Выкладываю на хлеб и посыпаю натертым сыром. Теперь на противень и в разогретую до 200 градусов духовку на 7-8 минут. Пахнет очень вкусно и выглядит аппетитно. Посыпаю еще горячие бутерброды свежей зеленью. У меня петрушка. И можно угощаться. И в горячем виде вкусно, и в холодном. Конечно, на праздничный стол такие бутерброды не очень подойдут. Но это отличный перекус. И это действительно вкусно. И еще один вариант. Тут тоже можно взять любые рыбные консервы. И даже просто отваренную рыбу. Разминаю рыбу вилкой. Добавляю нарезанные вареные яйца. И натертый сыр. Перемешиваю. И выкладываю на ломтики хлеба. Теперь кружочки помидоров. И сверху хлеб. При желании на помидоры можно выложить еще ломтик сыра. И только потом накрыть хлебом. Обжариваю. И готово. Хрустящий, слегка сладковатый хлеб. И ароматная соленая начинка. Вкусно. Бутерброды с морковью. Удивительно. Но даже мои дети их любят. Разрезаю морковь вдоль пополам. И выкладываю на противень. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Когда морковь хорошо прогреется, смазываю ее маслом. Для соуса беру 2-3 зубчика чеснока. И зелень, какая есть. Добавляю 2-3 столовые ложки оливкового масла. И соль по вкусу. Измельчаю это все. Беру 2 ломтика хлеба. У меня здесь кукурузный. Выкладываю сыр. А сверху запеченную морковь. Второй кусочек хлеба смазываю соусом. И накрываю вот так. Теперь можно либо запечь в духовке минут 5. Либо обжарить на отопленном масле. Я обжарю. Смотрите, какая красота в разрезе. И вкусно невероятно. Сладенькая морковь. Нежный вкус сыра. И безумно ароматный соус. Плюс хрустящая корочка. Попробуйте. Тут и колбасы никакой не нужно. Хлеб, конечно, можно взять любой. И сыр тоже, какой вам нравится. Также морковь. Соус. И на сковороду. Все. Разрезаю. Попробуйте. По вкусу чем-то напоминает бутерброд с сосисками. Только намного полезнее. А сейчас покажу несколько рецептов сладких бутербродов. Ломтики батона смазываю тонким слоем сливочного масла. Посыпаю сахаром, смешанным с молотой корицей. Одной чайной ложечки на 2 бутерброда достаточно. Теперь яблоки. И накрываю вторым ломтиком хлеба. Обжариваю в электрогриле или на сковороде. Летом такие бутерброды мы готовим с разными фруктами. С нектарином, например. Убираю косточку. Разрезаю каждую половинку еще пополам. Один ломтик батона посыпаю сахаром. Теперь кусочки нектарина. И накрываю вторым ломтиком. Выкладываю получившиеся бутерброды в разогретую вафельницу. И аккуратно прижимаю. Мне обычно достаточно 2-3 минут. Но, конечно, время приготовления зависит от вафельницы. Когда хлеб с двух сторон поджарился, готово. И с чаем, и с кофе, и с молоком. Это очень-очень вкусно. Хрустящий хлебушек и фруктовая кисло-сладкая начинка. Чем-то напоминает бабушкин пирожок. Очень рекомендую. И еще один рецепт. Ароматные сладкие гренки с творожной начинкой. В миске взбиваю 2 яйца. Добавляю ванилин, щепотку соли и 150 мл молока. Багет нарезаю на кусочки толщиной около сантиметра. Для начинки использую сладкие ванильные сырки. Наношу творожок на хлеб. Сверху второй кусочек хлеба. Получаются вот такие бутербродики. Окунаю в подготовленную заливку. И выкладываю на сковороду с разогретым растительным маслом. Сверху посыпаю сахаром. Когда снизу поджарится, переворачиваю. И также обжариваю до румяной корочки. Выкладываю на бумажное полотенце. И все. Можно подавать. Конечно, можно приготовить такие бутерброды с любым другим хлебом. Вместо сладких сырков можно взять обычный творог со сметаной. Такие греночки не менее вкусные, даже когда остынут. Ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. И делитесь им с друзьями. И не забудьте заглянуть на мой канал в следующее воскресенье. Ведь впереди еще много всего интересного.